И вот сейчас я еду получать свой загранпаспорт. Когда я зашел в АФЦ Всеволожска, это какой-то каш***. Паспорт. Слово паспорт я написал. Но для того, чтобы сфотографироваться, вам нужно отстоять очередь. Очереди там две. Отдельно прикладываем плод надежды. Все, паспорт у меня. Привет, это «Ходячие репортеры». Сегодня я расскажу вам, как получить загранпаспорт самым простым образом через госуслуги. Все-таки это действительно неплохой сервис и временами он облегчает жизнь гражданам. Когда-то, в 2014 году, когда я получал свой последний загранпаспорт, это было довольно-таки сложно сделать. Нужно было ехать на улицу текстильщиков и там выстаивать огромные очереди, для того, чтобы просто подать заявление. А сейчас все стало гораздо проще. Давайте я вам расскажу, как это делается. Во-первых, вам нужно зарегистрироваться в сервисе госуслуги. Скачать приложение, ввести все данные, зарегистрироваться. На самом деле меню там не очень простое, но там есть такой чат с электронным помощником. В общем, через этого помощника вы должны просто ему написать паспорт. Слово «паспорт» я написал. Дальше он задает вам уточняющие вопросы и выясняет, какой именно паспорт вам нужен. Вот так вы отмечаете загранпаспорт, где вы его хотите получить, по месту регистрации или не по месту регистрации. Вы выбираете нужные пункты. Дальше он вам объясняет, какие документы вам понадобятся для оформления. И тоже предлагает перейти к заявлению и оформить. Вот список документов, которые вам понадобятся. Вам понадобится заполнить анкету и приложить сканы документов. Также вам понадобится ваша хорошая фотография. Эта фотография пойдет к ним в анкеты, то есть в их базу. Она не пойдет к вам в паспорт. Самое сложное, это вам нужно заполнить анкету активности за последние 10 лет вашей активности. Все места за последние 10 лет, где вы работали. А те промежутки, в которые вы не работали, вы должны указать, в каком месте вы находились, по какому адресу. Вообще это легко вспомнить, вам всего лишь нужно взять свою трудовую книжку. Там все будет практически понятно вам. Вот смотрите места, в которые вы работали, и промежутки вот эти, в которые вы работали, с и до, вы заполняете там. После того, как вы все заполните, ваше заявление отсылается. Через какое-то время, через несколько дней, может быть через неделю, может через две, вам приходит ответ, что вы приглашаетесь на фотографирование. Это в том случае, если вы выберете в паспорт нового образца, который на 10 лет. Еще также есть там паспорт на 5 лет. К нему фотографироваться не надо. Ваше заявление отправляется на рассмотрение. И тут же вам предлагают оплатить госпошлину. Она составляет, кстати, через госуслуги, есть скидка. То есть так она стоит, по-моему, 5 тысяч, а через госуслуги получится 3,5 тысячи. Вам тут же предлагается оплатить их онлайн, что, собственно, я и сделал. Прошла неделя, и меня позвали в МФЦ, чтобы сфотографироваться. В моем случае это был МФЦ Всеволожска. Дальше я вам расскажу, почему это ужасный МФЦ, и почему лучше оформлять в другом месте, наверное. Хотя в других местах как устроено, я не знаю, честно. У вас возьмут биометру и сфотографируют вас уже на паспорт. Та фотография, которая пойдет на паспорт. Когда я зашел в МФЦ Всеволожска, это какой-то к**нар. Дело в том, что там организация, хоть и есть там какие-то терминалы, есть электронная очередь номинальная, но она идет в какие-то другие окошки, выдачи там окна. Но для того, чтобы сфотографироваться, вам нужно отстоять очередь. Очереди там две. Одна на получение паспорта, а другая на подачу документов. Так вот, как разобраться, как она идет, эта очередь, вам приходится опросить несколько человек, в какую дверь стоять. Но вообще нужно стоять вот в эту дверь вам для начала. И в итоге отстояла тоже там часа два очередь. Хотя приглашается на какое-то определенное время, вы приглашаетесь через приложение. Я отстоял там часа два, наверное, в очереди. И в итоге мне удалось попасть в этот заветный кабинет. Меня сфотографировали, взяли отпечатки пальцев и все, сказали ждать. И вот сегодня уже прошел где-то почти месяц с момента подачи, может быть, чуть больше даже. Довольно-таки оперативно, в принципе, я считаю. По крайней мере, у них есть возможность до трех месяцев это все оформлять. Ну, со мной, у меня в моем случае получилось довольно-таки оперативно. И вот сейчас я еду получать свой загранпаспорт. Тоже будьте внимательны, ознакомьтесь, в какие дни возможно выдача документов, потому что они работают не во все дни. Почему у меня получилось, что нужно оформлять во Всеволожске? Потому что я живу сейчас в Кудрово, я и так и сказал, что я живу в Кудрово. Лучше вы напишите, что вы живете в Санкт-Петербурге, и таким образом вы можете получить документ, паспорт заграничный в любом МФЦ Санкт-Петербурга. У меня, к сожалению, этого не получилось. И сейчас вот такие мучения. Ну, в принципе, сервис довольно-таки простой, и получать не так уж сложно все это в наше время. Вот я хочу успеть сейчас хотя бы на 10 лет уже получить этот загранпаспорт, чтобы он у меня был. Предыдущий паспорт заграничный в русском. Вот на этой строчке ставим подпись владельца. Так, это ваш предыдущий. У меня вот здесь, пожалуйста, дата подпись 20-й, у нас в 8-м августа. Дата подпись 20-й, прикладываем, плотно держим. Право прикладываем. Указатель? Право указатель. Выбираем. Ваш паспорт. Спасибо. Все, паспорт у меня. Ну что, наконец-то, вот мой долгожданный паспорт. Так, какой из них? Вот это новенький, этот потертый старый. Все, получил. Хотя этот был годен еще до 24-го года, но мне нужно было получить визу. Я хотел шенгенскую визу на 5 лет. Вот. Как прошло получение? Просто приехал без записи. Просто стоите в очередь. Здесь уже было проще найти второй раз очередь. Она та, что слева очередь. Справа очередь на фотографирование, на взятие отпечатков пальцев. В общем, здесь что, выждал даже в субботу, хотя, несмотря на то, что это был выходной день, суббота, все равно очередь довольно-таки быстро пошла. Буквально передо мной было 8 человек. Все, в окошечко выстоял очередь. Сначала, да, вышла женщина, взяла у меня российский паспорт, без обложки обязательно, вот, сказала почему-то. И забрала его. Ну, дошла моя очередь. Я передал свой старый загранпаспорт в окошечко. Здесь, смотрите, мне написали аннулировано. И вот так вот извратились, вырезали кусок старого загранпаспорта. В общем, все. Я расписался. Опять меня сняли отпечатки для проверки, видимо, что это я действительно выдали. В общем, если мне удастся, то в следующем ролике смотрите, как я получал визу финскую, шенген. Смотрите «Ходячие репортеры», впереди много интересного. Знакомьтесь с нашими роликами, предыдущими. Посмотрите, у нас много чего есть интересного на канале. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Давайте, тащите, ты приходишь. Блать тебе его. Тащите, 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 не бойтесь. Тащу. Ну, еще, еще, еще. Все. Удив оттуда. Да что, что, в эти блески. Стоп, оторвал бы он просто поводиться. Да нет, не чудом, я тебе говорю. Что там, где он? Внутри. Ну, он заглотился. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok